ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Рост стоимости бензина и дистоплива в нашей стране снова опережает инфляцию. Власти ничего страшного, однако, в этом не видят. Как заявили в российском Минэнерго, явление носит временный характер. Цены на топливо формируются законами рынка. Их колебания вполне закономерны. При этом чиновники говорят, что предпринимаются меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Например, осенью будет увеличена обязательная минимальная доля горючего, которая продается через биржу. ТРАССА СТО ОДИН Серийный выпуск лифтбека «Москвич-6» на заводе «Москвич» в российской столице собираются запустить до конца 2023 года. Продажи моделей начнутся в 2024. Стоимость новинки пока неизвестна, но вряд ли это будет сумма менее 2 миллионов рублей. Шестерка – это тот же «Джак А5 Плюс», но с нашим шильдиком. В движение машина приводится полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 136 лошадей. Трансмиссия – вариатор. Есть еще сочетание 174-сильного двигателя и робота. Панорамная крыша, система кругового обзора. Эти и другие модные опции присутствуют. Трасса 101 Российская компания «Атом» начала принимать предзаказы на одноименные электромобили. Стоимость услуги – 7 тысяч рублей. Тот, кто передумал, может вернуть деньги в любое время, говорится в сообщении фирмы. Непосредственно выпуск «Электрокара» должен стартовать летом 2025 года. Он получит батарею ориентировочно на 70 киловатт-часов. При полной зарядке машина сможет проехать 500 километров. «Атом» обещают оснастить широким набором ассистентов, включая функцию распознавания дорожных знаков и систему автоматической парковки. А компания «Джак» запускает в нашей стране продажи пикапа «Т-8» по цене от 2 миллионов 820 тысяч рублей. В Китае машина стоит в переводе на рубли максимум 2 с небольшим миллиона. Полноприводный автомобиль оснащен бензиновым либо дизельным мотором. В первом случае это двухлитровый 204-сильный агрегат, во втором – 139-сильный того же объема. Коробка в обоих случаях механическая. В списке оборудования есть круиз-контроль, парктроники, система кругового обзора, кондиционер, обогрев сидений. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101. Редактор субтитров А.Семкин